Здравствуйте! Вы на канале Любимая Дача. Меня зовут Оксана, я из Иркутска. Сегодня 13 декабря. Последний вечер мы здесь в Таиланде. Сейчас был такой тропический ливень сильный. Все залило дождем, но мы запланировали поужинать вот здесь на улице, возле отеля. Ну, совсем рядом. Вот они, наши виллы стоят. И мы вот здесь вот рядышком. Здесь красиво, все светится, огоньки, капельки вот так стекают. Протерли нам столик. Будем сидеть на улице. Очень влажно, хорошо. Море шумит. Прям на берегу моря мы. Можно зайти внутрь кафе, но нам вот хочется на улице побыть. Завтра мы уже будем улетать. А у нас на улице не посидишь в Сибири. Сейчас минус 35 мороз. Поэтому решили, что если начнется сильный дождь, мы побежим внутрь кафе. Самое первое кафе вот здесь от отеля называется BeFriend. Здесь очень вкусно, хорошо готовят и хорошо делают массаж. Мы перепробовали все кафешки, которые вот здесь были. И остановились все-таки вот на этом. Нам нравится вот здесь. У них внутри здесь есть. И там у них наверху массаж. Вот это вот их массажные домики на берегу моря. Такие цены у них. И еда очень вкусная. Очень хорошо готовят. И люди здесь работают тоже одни и те же. Мы постоянно приезжаем и постоянно, ну уже как друзья, мы с ними разговариваем и общаемся. В общем, нам здесь очень нравится. Самое лучшее вот это кафе BeFriend на берегу моря. Море шумит. И молния сверкает. Гроза. Ну, огром. Очень вкусный лимонный шейк. Лимон, чуть-чуть сахара. Ну и немножко льда. Коктейльчик такой безалкогольный. Очень вкусный. Будете в Таиланде, пробуйте. Вот карта стоит, куда эвакуироваться при цунами. В 2004 году весь каулак, конечно, был разрушен цунами. Ну, будем надеяться, что больше такого не повторится. Ну, что... Коктейльчик такой безалкогольный. Не Тайский рис у меня вкусный. Ужинаем. Рис в ананасе, папайя салат, рис с морепродуктами. Сейчас еще одно блюдо приедет. А вот это уже совсем другой морозный закат в Иркутске. Мы сегодня прилетели в 6 утра и у нас было, когда мы выходили из самолета в Иркутске, минус 37 градусов. Из плюс 35 в минус 37, конечно, такой стресс для организма. И сейчас уже дело к вечеру. На улице 28, минус 28. Очень сильные морозы стоят в Иркутске. Но будем надеяться, что скоро закончится. Еще привезла фрукты для внуков. Они любят манго и маракуйю. Манго там стоит 100 бат. Есть по 60 бат, но они такие более волокнистые. Вот эти манго лучше, которые по 100 бат. И маракуйю тоже 100 бат за килограмм. У меня корзина здесь получилась примерно 6 килограмм. Вот такие корзины я упаковывала в багаж. Но можно провозить и в ручной клади вот такого размера. Есть еще больше корзина, то уже нельзя. В аэропорту уже запрещено в ручную кладь брать. И вообще вот в Пегас нам сказали, что сейчас какие-то новшества постоянно бывают. То можно, то нельзя в ручной клади. Я вот для надежности лучше доплатила за багаж и упаковала в чемодан вот эту корзину. Маракуйи немножко сморщились. Я не знаю, от мороза что ли очень... Багаж у нас долго не выгружали в Иркутске. И стояли на улице наши чемоданы минут, наверное, 30. А на улице было минус 37. Ну, надеюсь, что все нормально с ними. Покупала я их не такими сморщенными. Что еще можно привезти на подарочки? Продается в таких банках очень вкусная вяленая клубника. Она реально вкусная, без сахара, без всего. Прям такая вот насыщенный вкус у нее хороший. Манго сушеная. Очень много там разных фруктов. И киви, и дуриан вяленый сушеный есть. Все это продается просто в супермаркете. Еще вот такая орешки в Макадамия. В шоколаде тоже вкусно. Ну, такие необычные, жевательные конфетки для детей. Ну, типа ирисочек наших, но они такие вот с добавками фруктов. Ну, вот эти тоже для детей вкусные конфетки, маленькие, как трюфели. Дальше они у нас были, сейчас не вижу их в продаже. Наши любят. Еще вот внук попросил купить на подарочке кому-то мыло. Мыло в виде тайских фруктов. Ананасик, вот мангустин, арбузик, манго. Они разные есть. Так вот их можно упаковать, чтобы не сломать. Пахнут они вкусно. Ну, и для детей интересно. Вот, когда мы гуляли по берегу, и был хороший такой отлив, оголились все камни, которые были в воде. Ну, и вот вроде бы у меня и ракушек-то уже очень много. Но мы пошли посмотреть, что там, крабов посмотреть или ракушки. Я нашла вот такую красивую ракушку. Смотрите, какая она вот, ну, прям красавица. Ну, и после этого уже понесли ботинки Митю. Начала еще их собирать. Я собирала вот столько красивых ракушек. Привезла. Складываю их в такую вот стеклянную вазочку. Ну, вот так получилось. Сложила их в прозрачную такую вазочку. И поставлю вот сюда на краешек ванны. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, кому интересны такие видео. Всего доброго. До свидания.